На библейский портал Экзегет поступил вопрос, можно ли крестить детей, с именами которых нет в святцах. Действительно, в традиции русской православной церкви принято, как правило, давать ребенку имя в соответствии с святцами, то есть с тем списком святых, имен святых и дней их памяти, то есть с церковным календарем. В этом смысле мы можем обратиться к примеру, например, того же самого князя Владимира, который был крещен с именем Василий, к примеру, целого ряда других наших князей и княгинь, о которых мы знаем, что их имя, скажем так, обыденное бытовое, отличалось от их имени крещального. Однако, нужно заметить, что в практике целого ряда иных поместных православных церквей отсутствует какая-либо однозначная соотнесенность между именем человека и, например, принципиальной привязкой этого имени к фигуре того или иного святого. Самый простой пример — это достаточно близкие к нам и в культурном плане балканские церкви, ну, например, сербская православная церковь. В ней идея небесного покровительства рассмотрена совершенно по-другому. Мы считаем, что ребенка мы называем в привязке к фигуре того или иного святого ровно для того, чтобы этот святой являлся небесным покровителем данного человека. То есть вот Александр, он крещен в честь Александра Невского, и Александр Невский, соответственно, является его небесным покровителем, и на его память человек празднует свой день ангела. Сербская церковь, например, смотрит на это совершенно иначе, говоря о том, что такого рода покровительства может быть не индивидуальным у каждого конкретного человека, а семейным. Например, такой-то род, проживавший, например, исторически в такой-то деревне, где стоял храм, ну, например, святителя Спиридона Тремифунского, почитает до сих пор святителя Спиридона Тремифунского как своего родового покровителя. То есть они принимают имена в крещении совершенно этнические, не связанные со святцами, не со святителем Спиридоном. Ну, то есть, например, это могут быть имена вплоть до, например, наименований тех или иных растений или животных. Ну, например, сербское имя Синеша, то есть Синица. При этом своим коллективным днём ангела и своим, скажем так, коллективным небесным покровителем, они считают святителя Спиридона, и на него особенным образом вот этот день памяти празднуют. Ввиду этого, ввиду того, что традиции ряда поместных православных церквей отличаются, например, от традиций нашей, Священный Синод 26 декабря 2019 года вынес определение о том, что и в храмах Русской Православной Церкви мы точно так же принимаем имена, наречённые, например, в иных поместных православных церквях, ну, равно как и возможные наши этнические имена, не связанные со святцами. То есть, концептуально человек может иметь имя, связанное со святым, может иметь имя, не связанное с этим святым, но при всём при том принципиально важно, что он крещен, является частью церкви, и, соответственно, в церкви поминается с тем именем, которое он в крещении принимает. Если это в рамках нашей традиции, то это, скорее всего, имя, связанное со святцами. Если это в рамках иных церковных традиций, то может быть совершенно с ним не связанное, и нам, ну, скажем так, неизвестное и несозвучное, но при всём при этом, да, он не может быть на этом основании, например, исключён из общения церковного. То есть, ситуация, когда человека с каким-либо этническим именем не принимают в церковных, например, поминовениях, совершенно недопустима. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...